На момент записи этого видео, ни одна команда в мире не закрыла рейд «Последнее желание» полностью. Хотели посложнее? Получите, распишитесь. Привет, Страж, с тобой снова канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, кажется, хотя может после 8 часов троев на рейде я что-то и путаю, неважно. Рейд «Последнее желание» оказался многим не по зубам, особенно тем, чей уровень силы к моменту его релиза был ниже 541 единицы силы. Да, 541, именно эта цифра, о которой ты хочешь спросить в первую очередь. Если ты набил себе уровень выше этого значения, и у тебя есть еще 5 таких же смельчаков с этим уровнем света, ты можешь начать проходить рейд, как минимум попробовать. В этом ролике я расскажу, как пройти первый этап первого босса Техноведьму Калли. До остальных боссов мы пока не дошли, тупо из-за уровня силы, так что гайды по следующим этапам выйдут уж точно не сегодня-завтра. Итак, что вам нужно сделать? Во-первых, перед началом битвы вы можете использовать новую фишку с жезлами рейда. Втыкайте специальный штандарт на месте спауна и в максимум заряжайте все патроны и суперспособности. Купить эти штандарты можно у Петры, но купите как можно больше, поверьте, не прогадаете. Во-вторых, снаряжение. Я настоятельно рекомендовал бы такой набор. Револьвер, дробовик и келл с протокола, усыпляющий симулянт. Именно с таким набором наша команда была наиболее эффективна в сражении с ведьмой. Шепот червя пробовали, сложно попадать постоянно в крит-ведьме, по крайней мере на консолях так. Обычные ракетницы вообще не наносят должного урона. Теперь приступим к разбору. Одержимое калли ждет вас в центре первого зала рейда. Около нее вы найдете три пары знаков. Они будут меняться после каждого спауна команды или новой фазы энкаунтера. Разбейте команду на три пары и распределите эти символы между собой. Придумайте им короткие и понятные обозначения, например, бесконечность, двухголовая, бублик и восьмерка. Запомнили? Теперь посмотрите сюда. По кругу зала есть девять платформ, вам нужно только шесть из них, с теми знаками, которые распределили вам. Естественно, они тоже меняются каждый раз. Вначале выходите смотреть знак, потом бегите к своей платформе и ждите, когда все остальные игроки найдут свои и только потом вставайте на эти платформы. Теперь вам нужно их удерживать. Каждая круглая площадка поделится на три части, но только одна из них безопасна для вас. Стойте на той, на которой нет черного очага одержимых. Отстреливайте мобов, затем перемещайтесь на другую часть платформы после взрыва блайтов. Тут стреляйте только по мобам и живите. Стойте на платформе как можно больше, ваша задача вызвать рыцаря. А он появится быстрее, если вы не будете слишком часто прыгать и отходить с кнопки, уворачиваясь от атак противника. Также к вам будет постоянно прилетать на точку рандомно сама ведьма. От нее вот либо просто уворачивайтесь, либо сделайте несколько выстрелов в нее из праймери оружия и прогоните. Как только появится рыцарь, убивайте его. Тут вам и пригодится дробовики кел, ну или ульта. Силовые патроны лучше не тратить. Убили рыцаря? Убедитесь, что все ваши напарники убили своего. Помогите тем, у кого на кнопке возникли проблемы. Проверьте, что знаки на центре пропали, те, по которым вы распределялись, и прыгайте в центр колодца. Начинается фаза урона. Ставьте раскол, маленькую баррикаду на перезарядку, новый колодец ульту от Варлока и доставайте симулянта. Вносите все в дурную кали до момента ее каста. Она расставит руки и начнет свою песнь. В этот момент под ней откроются маленькие двери, в которые нужно спрятаться по одному игроку. Распределите их между собой заранее. Они будут открываться в рандомном порядке, но всегда на той части, над которой находится босс. Мы распределяли по нумерации от 1 до 6 слева направо сверху вниз. То есть, если у меня, например, была четвертая дверь, то я прыгал в четвертую слева в верхней строке. Или открылись, если 3 сверху, 3 снизу, я прыгал в первую левую нижнего ряда. Повайпаетесь пару раз и разберетесь, мы тоже путались сначала. Переждите атаку ведьмы в этих капсулах. Затем ультуете или отбрасываете гранаты на центр для быстрой зачистки мобов, прямо не выходя из этих дверок. И потом выходите стрелять снова по боссу. Всего у вас 3 захода на урон. В лучшем случае вы снесете ей за заход половину жизней. Но в общем у вас будет 3 попытки ее убить. После того, как вы раздамажите ее, выпрыгиваете наверх, снова смотрите появившиеся знаки и снова бегом на платформы, зачищаете их и возвращаетесь к боссу. Вот такая вот механика. У нас сложность основная была в низком уровне силы, так что сейчас я запишу видео и пойду качаться. А также на втором круге битвы распределить и найти новые кнопки в такой суматохе было очень непросто. На этом все. Я искренне желаю вам удачи на рейде. Он очень крутой и очень сложный. Спасибо всем, кто вчера поддерживал нашу команду на стриме. Мы еще продолжим прохождение, так что увидимся. А сейчас я прощаюсь. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok